Еще один очень важный момент, на котором люди не задумываются, как, собственно, обо всем том, о чем мы говорим здесь, это отношения. Продолжение. Вы теряете силы, вы теряете энергию, вы чувствуете себя плохо. Это означает, что, во-первых, падает ваша самооценка, вы оцениваете себя гораздо ниже, ну, собственно, вы оцениваете себя так, как складывается ваше окружение, но, может быть, потенциально это ниже того, что может быть. У вас вырабатывается комплекс неполноценности, в частности, из-за такого практического аспекта, что, может быть, вы осознаете, что у вас бардак, у вас нет сил навести порядок, опять-таки, из-за него же, потому что он отнимает все силы. Вы, может быть, стесняетесь пригласить себе людей в гости, тех же самых потенциальных бойфрендов и так далее. Но вот этот вот застой вокруг вас, энергетический и материальный застой в виде скопления различных вещей и беспорядка с ним связанного, это все отнимает у вас энергию. А поскольку наша жизнь – это отражение нашего сознания, энергетический уровень, это уровень, который определяет в том числе и как люди соединяются в жизни, потому что это первый закон кармы, подобное тяготеет подобным и порождает подобным, он проявляется прежде всего на энергетическом уровне. Люди притягиваются друг к другу по уровню энергетики. Теряя энергию и прану, вы будете притягивать к таких же людей, у которых этой энергии и праны мало. Живя в бардаке, вряд ли вы встретите принца. 99,999% что вы этого не встретите. А если встретите, то на очень короткое время, пока он не разберется с вами быстро. Вот это вещь, о которой никто никогда не задумывается. Это поразительно, но это факт. Подобное тяготеет подобным и порождает подобное. Если вы хотите сделать карьеру, тот же самый принцип. Если вы хотите привлечь в свою жизнь новых людей, улучшить свой статус социальный и общественный, вам нужна новая энергия, новая прана. Ее должно быть больше в вашем сознании. А ее не хватает, потому что она вся уходит вот в тот бардак, который вас окружает. Все очень и очень серьезно. Вас не будут уважать, вас не будут ценить. Да вы сами себя не будете ценить и уважать. И поэтому и остальные тоже будут делать то же самое по отношению к вам. Потому что остальные люди, которые приходят в вашу жизнь, получают от вашей кармы ту роль, которую они в этой жизни должны сыграть. А эта роль зависит от состояния праны, от энергетического уровня вашего сознания. Продолжение следует... Продолжение следует...